Добрый вечер! С литературой, будь то ученые, будь то писатели, могли рассказать о том, над чем они работают, могли рассказать о том, в чем они разбираются, что они очень хорошо знают. Мне приятно, что сегодня у нас в гостях в читательском четверде Григорий Михайлович Луков, литературовед, специалист по Набокову, специалист по литературе XX века, специалист по истории кино. Григорий Михайлович выступит с лекцией «Поэтический мир» Иосифа Бродского. Я сказал, что мне приятно приветствовать Григория Михайловича здесь, в этой аудитории, потому что именно этот оратор был тем, кто открывал в 2012 году серию мероприятий «Читательский четверг». Сегодня у нас серия номер 53. Пожалуйста. Спасибо. Дополнительные материалы. Я теперь не могу пользоваться вот этим электроприбором. Мне почему-то всегда хочется, чтобы после моей лекции осталось что-то, что можно было бы унести домой. Признаться, я не ждал, что сегодня будет больше 20 человек. Да? Точнее, больше 25. Да? Поэтому будете домой. Передавая друг другу копии, да? Не берите себе две. Хорошо? Да? Так, я волновался, что сегодня у нас первый открыватель «Читательский четверг» не спасал о второй части нашего вечера. Дело в том, что сразу после лекции Григория мы услышим выступление Невида Выборной-Мельц, издателя легендарной книги Иосифа Бродского «Стихотворение». Книга, которая стала своеобразным символом или синонимом поэтического сборника как такового, присутствует в разных фильмах, вошла в международный польсбор. Как все это было, имели с Давыдовна сами и рассказы из своего зрения «Читательский четверг»? Большое спасибо, Игорь. И меня большая честь оказаться здесь, в библиотеке. До прошлой недели я даже не знал, что я был первым, кто был приглашен в серию этих мероприятий. Если бы я об этом знал, то минувшие три года для меня бы прошло совершенно иначе. Я был бы гораздо более высокого мнения о самом себе. Но быть 53-м не менее приятно, чем быть первым. Сегодня, если моя первая встреча, то есть в библиотеке, была посвящена прозе Набокова, то сегодня мне бы хотелось поговорить о прозе Мбродского. Начать бы мне хотелось вот с чего. Мне бы хотелось начать с рассказа о моей невстрече с Остерским-Бродским. Собственно, невстреча с Остерским-Бродским – это сюжет, который человек моего поколения не должен вырубывать. Скорее, нормально для человека, которому в 96-м году еще не исполнилось 30-20 лет, никогда не видеть Остерским-Бродским. Моя же невстреча не состоялась, или уже состоялась 4 апреля 2014 года, когда, оказавшись в Венеции, я, как и каждый русский путешественник, который оказывается в Венеции, отправился на кладбище Сан-Никеле с тем, чтобы поклониться могиле Русской Бродской. Сан-Никеле – кладбище, на котором не только бронские похороны. Когда ты оказываешься там, то есть указатель к Стравинскому, к Дягилеву, к Эзель-Паунду, а также указатель, изготовленный не фабричным способом, а вот это Кэжистанка, на которой написано «Джозеф Протский». Итак, отправился я, на самом деле, в совершенно другое впечатление, чем от Венеции, от самого города. Там людно, здесь безлюдно, ты себя, наконец-то, ощущаешь в одиночку. Где именно Македа Бродского, я, конечно же, не знал. Я поклутал покладбище, нашел, как сейчас помню, заметил этот натурный камень, левым глазом, где-то метнуло. Ага, вот, да? Да, действительно, все как есть. Да, Иосиф Протский, да, в жизни. На оборотной стороне строка из проперция по-латыни, со смертью, все не кончается, ощущение ужасной запущенности. Да, какой-то огромный, разросшийся куст, который памятник заслоняет. И самое интересное, огромное количество стихов. Да, просто бумажки со стихами и даже авторучка для тех, кто придет и захочет написать стихи на могиле Иосифа Бродского. Об этом культе я не знал. И, будучи филологом, конечно же, я взялся читать стихи, оставленные на могиле Бродского. Стихи оказались плохими. Ну, то есть, такими беспомощными, так что даже не хочется их вспоминать. К сожалению, плохие стихи я запоминаю с первого почти. Итак, сидя вот у этого камня, я просто так вот присел, я услышал диалог, который сводился к следующему. Ильинична, слышь, Ильинична, я могилу тебя нашла. Что ты кричишь так на кладбище? Вон он, Бродский твой, вон могила. Голову бы включила, там где цветы, там и Бродский. И, да, увидели меня, притихли, да, но вот какие-то туристы, да, тоже решили заняться ровно тем же, чем занялся я, а именно отправиться на Сан-Микель и поклониться Бродскому. Настроение мое, да, я пришел к Бродскому, конечно же, тут же улетучилось. Я постарался как можно скорее уйти с ощущением, что, собственно, ну, Бродский не там. Но о чем говорит этот эпизод? Не скрою, я по-месколько раз нажал. Да, я действительно надеялся, что я приду на кладбище, и буду только я, и только поэт, не Бродского. Да, но выяснилось, что я не один такой. Говорит это вот о чем. Бродский это поэт, который и 20 лет спустя, после смерти, продолжает интересоваться, продолжает будоражить умы. Этот человек, это поэт, которого мы помним и готовы цитировать наизусть. «Если выпало в империи и родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Эти строки уже настолько часто повторяли, что повторять их, ну, кажется, не то что банально, да, но, в общем-то, ты уже не претендуешь на оригинальность, если ты цитируешь фильм. Около года назад, может быть, чуть больше, на культурно-просветительском портале Адзамас, я говорю, никому хорошо известен, появилась инструкция, как писать Подбродского. Автор инструкции, поэт, среднемолодой московский поэт и литературный критик Лев Аборин, дан указание в 12 пунктах. Я позволю себе перечислить, нет. Сводятся они в следующем. Как писать Подбродскому совету начинающему стихотворцу? Прочитайте много Бродска. Дальше идет перечислить стилетворение. Прочитайте много не только Бродска. Вы, поэт, ума, в вашей голове и в ваших стихах сочетаются вещи из самых разных областей знаний, языково-старихических регистров, но сочетается совершенно естественно, как в увлекательной лекции. Поэт есть орудие языка, язык состоит из слов, а слова можно подчеркнуть в книгах. Третье. Третий совет по Аборину. Вас интересует время и пространство. Время в первую очередь. Если пишете про любовь, старайтесь, чтобы внешне это выглядело как стихотворение о времени и немного о пространстве. Античность. Неисчерпаемый источник тем образов сравнений. Знайте, кто такие Немазина, Бразерпина и Дедона. Что написал о Витии, а что про Петции. Чем Эрос отличается от Хромоса? Куст поэзии Бродского вполне можно вывести, что ничем. Не менее богатый источник наука, например, математика. Дальше пример. Сочетайте в себе сводободолюбие поэта с восхищением мощью империи. Но не конкретной империи, а абстрактной. Можем Древнего Рима, смотри, пункт четвертый. Описывайте малое так, чтобы оно становилось большим. Куст, растущий возле вашего дома, можно уподобить взрыву, рекам на географической карте, руке, сотне рук, церковному подсвечнику, народу. Из прогулки по своему району можно сделать 20 стров. Восьмой совет. Перечисляйте. Большое делится на малое. Малое на еще более малое. Называние этого дарит политический каталог. Обозначайте все, мимо чего проходит ваш герой. Все, что находится в помещении, где он спит. Выучите значение слова «просодия» и пользуйтесь этой самой просодией. Стихотворение должно звучать. Строки делайте подлиннее, чтобы звучание раскрывалось. Стихотворение должно выдержать проверку «бродским», в кавычках, чтением вслух. «Бродским» протяжно в нос и с понижением тона на последней стоке. Смотрите, Лев Аборин написал инструкцию, как писать стихи под Бродского. Почему-то не как писать стихи под Лермонтова. В чем причина? Бродский лауреат Нобелевской премии, а Лермонтов Нобелевской премии не получил? Нет? Да? Не в этом ли? Нет. Причина, конечно же, в том, что когда ты пишешь стихи и когда ты поэт, то Бродский – это один из поэтов, от которого ты так или иначе отталкиваешься. Фактически, советуя, как писать стихи под Бродского, Лев Аборин переносит свою собственную поэтическую практику в область советов. То есть, как не писать так, чтобы это напоминало Бродского. Девятый совет очень важный. Десятый совет. Не забывайте анджамбе-бан. Стиховеды говорят анджамбане, поэты говорят анджамбе-бан. Пояснение. То есть, переносы фразы из одной строки в другую, желательно в самых неподходящих синтаксических местах. Например, разбивайте строки после предлога или союза, который особенно полюбили. Итак, я не буду читать другие советы, вы их можете найти в интернете. Эти две строки, Льва Аборина, разбивайте строки после предлога или союза, который особенно полюбили, наверняка когда-нибудь войдут в антологию русской стихотворной пародии. Почему? В этих двух строках, это не строки Бродского, это пародия на Бродского, действительно выражена, если не квинтэссенция поэтики, то квинтэссенция нашего читательского восприятия, что же такое стихотворение Бродского. Да, действительно, Бродский в какой-то момент начинает очень широко использовать такой прием, как стиховой перенос. Он действительно разбивает фразу в самом неудачном месте с очень неожиданными последствиями. Давайте вслушаемся в эту строку. Разбивайте строки после союза или... Разбивайте строки после предлога или... Или это вообще-то не предлог. Или это союз. И дальше слово союз начинает следующую строку. Разбивайте строки после предлога или союза, который вы полюбили. Это действительно звучит неожиданно, это звучит парадоксально. Если это читать не вдумываясь в смысл, то сама музыка фразу превращает или из союза в предлог. Ну ведь так написано. После предлога или. Дальше строка окончается и начинается следующая. Сегодня... У меня осталось еще полчаса. Сегодня за оставшиеся полчаса мне бы хотелось обратить внимание на несколько моментов, которые делают Бродского бротским. Конечно, отмеченные, в частности, Львом Абориным, приемы употребления стихотворного переноса у нас прочно ассоциируются с Бродским. Но что еще ассоциируется с Бродским? С Бродским ассоциируется с стихотворным размером, которым породия Льва Аборина написана. Это дольник. Приведу пример Сбродского. Восходящее желтое солнце следит косыми глазами за мачной голой рощей, идущей на всех парах Цусиме крещенских морозов. Февраль поруче, прочих месяцев и от того лютея. Кругосветное плавание, дорогая, лучше кончить. Руку с лобов согнув локти и вместе, быстрым молдом догорая, в недрах камина, заход Цусима. Только огонь понимает зиму. Золотистые лошади без уздечек, масть в домоходе меняют на масть воронье, и в потемках стрекочет огромный набой кузнечик, который мне накрыт ладони. Обращаю ваше внимание, как Бродский рифмот. Это сложное стихотворение. Стихотворение о тотальном поражении. Забудь Цусиму, то есть Цусимский пролив, гибель второй Тихотянской эскады, 1905 год, 1906 год, русско-японская война. Но смотрите, февраль, короче, прочих месяцев, я того лютея, лютея, то есть более лютый. Дальше, кругосветное плавание, дорогая, лучше кончить. Руку согнув локти и вот такой вот жест. То есть жест моряков, которые поднимают руку без козырьки. Лютея в локте и это очень необычная рифма. В 19 веке такую рифму мы, скорее всего, не встретим. Это для 19 века, для поэзии пушкинской эпохи, рифма не нормативная. Так нельзя. Для Бродского так можно. И более того, не просто можно, именно так и нужно. В мексиканском 19 веке, в одном из стихотворений, одно из стихотворений начинается с такой «Сад громоздит листвой, не выдает вас зною». Я знал, что я существую, пока ты была со мной. То есть смотрите, это очень трудно читать вслух. Непонятно, выделять ли этот союз «и» после слова «листву». «Сад громоздит листву» и не выдает вас зною. Я знал, что я существую, пока ты была со мной. Или не выделять. Сначала я прочитал так, что я не выделял конечный союз «листву и». Получилось необычное слово. Слово, наверное, с трудом воспринимаемое на слух. Но, действительно, Бродский экспериментирует с подобного рода рифами. Экспериментирует он также с разрывом связей, например, между подлежащим и сказуемым. Между прилагательным и существительным. Он переносит, он разрывает фразу, да, и в сочетании с неклассическим размером. А дольник – это размер неклассический. Звучание дольника напоминает звучание пишущей машинки. Да? То есть, когда мы пишем на пишущей машинке, мы, как правило, не достукиваем какой-то конкретный ритм. Это звук непредсказуемый. Ритм дольника, она тоже обладает сильной степенью непредсказуемости. Да? И сочетание непредсказуемости ритма с обрывами фраз создает удивительный эффект. Некогда. И это, наверное, был мой самый громкий провал в университете. Мне пришлось читать, точнее, не пришлось. Мне захотелось прочитать лекцию о стихотворении «Осенний крик ясного». Это был спецкурс по поэтике Бродского. И я начал читать. И я задохнулся. Почему? Задохнулся по очень простой причине. Это стихотворение невозможно декламировать. Его вообще невозможно читать ненервно. Его можно только кричать. Да? Или же читать так, напевно, как читал сам Бродский, чего я не умею. Да? Почему? Да потому что «Осенний крик ясного» он, во-первых, пестрит анжамбаной, то есть стиховыми переносами. Там фраза разбивается. Фраза может переноситься из строфы в строфу. Предложение очень длинное. Ты не успеваешь перевести дыхание. Ты не успеваешь его выговорить до конца. И когда ты доходишь до последних срок и кричат по-английски «зима», «зима», ты себя чувствуешь полностью опустошенным, физически утомленным. И ты понимаешь, что нужно найти первый попавшийся предлог для того, чтобы закончить занятие, всех отпустить по домам, и студенты будут кричать «Ура!» и будут тебе благодарны. Да? Всегда ли Бродский был таким? Всегда ли он писал не классическими разумениями? Всегда ли он экспериментировал со стиховыми переносами? Нет. Однако, уже и у раннего Бродского мы находим приметы, которые делают стихотворение Бродского, стихотворение Бродского. Сегодня мне бы хотелось обратить внимание на длинное стихотворение в 138 столбах. Написано в 64-м году. Оно называется «Новая станция капусти». Итак, я позволю себе это стихотворение. Процитируем церковь. У всех ли есть текст? Нет? Ага. Может быть, есть какой-то такой столик, где есть лишний текст, которым можно поделиться с теми, у кого текста нет? Восьмите. Ага. Да? Кому? Вау. Хорошо. Минимальный комментарий, необходимый для понимания этой истории, мы можем найти, например, в этом издании. Это стихотворение Иосифа Бродского, изданное в серии «Новая библиотека поэта», «Зеленый книжок», «Санкт-Петербург», издательство Литонова, издательство Пушкинского дома. Это комментарий Леволосева, 2011 год. Любопытная интерпретация этого стихотворения, очень жадная, но помещающая это стихотворение в контекст другим стихотворения 64-го года, а все они написаны уже в Северной ссылке, в Новинской, содержится в диссертации Вадима Семенова, защищенной в 2004 году, которая называется «Восемь Бродский в Северной ссылке. Мне бы хотелось добавить то, что сказано и в комментариях, и в диссертации, и присылок пить некоторые свои наблюдения. Итак, новая станция Кавкусту. Во вторник начался осентябрь. Дождь лил всю ночь, все птицы улетели прочь, Лишь я, так одиноко храбро, что даже не смотрел свет. Устырный небословь разрушен, дождь стягивает просвет, Мне их не нужен. Здесь захоронены небьемы, я в сумерках прожужь небьем, Сапог мой разрывает поле, бушует надо мной четвертый, Но срезанные стебли лезут в вену, почти не ощущая боли. А прутья вверх, вонзая розоватый мыс, В болото, где снега охрана, вормочут, А прокидывая вниз вниз до желания. Стучи их любви, пузыри шуши, я шаг своему быстро, Известный тебе лишь истю, гаси души, Замерзшую ладонь, прижав педру, Бреду я от губра к углу, без памяти, С одним каким-то звуком, подошвой по камням стучу, Склоняясь к темному ручню, гляжу со спугом. Что ж, пусть и гладь смысленности тень в моих глазах, И пусть пыталась сырость, мне в голову, Детка на ветвень кренчает, Сонок отразилась, как та черта, Которую в душе не прийти, Я не стремлюсь уже за козырек, За пуговку, за ворот, За свой сапог, за свой рукав, Лишь сердце тут забьется, отыскав, Что где-то я пропор, Голод трясет, его мне в путь попав. Бормочет предо мной вода, И тянется мороз, прорехует так, Иначе выводить, чем может быть, путь лицо, А место, где обрыз, произошел смехлый крик, И сурочный гадь тревожит, И крошит темноту дождя подруг. И образ мой второй, как человек, Бежит от крестноватых вверх, Подскакивает на волне, Подсосный поток под эфингами, Мешается с людьми двойниками, Как никогда не затеряться мне. Стучи их любыми, Жуй под гнивший мост, Пусть хляги, окружив подвост, Высасывают краску кристалину, Но даже предок, кончиками травы, Болоту не прибавить сеньвы, Топчи и орины, Бушуй среди устоящей листы, Старгайся по корням в глубине, И там в земле, Как здесь в моей груди, Всех призраков, И от лицов в пути, И пусть они бегут, Связая укрым, Пожилим, упустевшим горя дня, И машут налетевшим дня, Как шляпы кубы. Здесь на комах, Среди пустых небес, Среди дорог, ведущих только в лес, Жизнь наступает, На самой себя, И смотрит с удивлением на фору, Шумящие вокруг, Корни вцепляются в сапог сапян, И газут все огни в свет, И вот приду я, Кричи и земле, И у него тебя, Прошу о нем, И ветер отвергет из рук, И плечи подо мной, И скучивает, И отстает ее. Да, здесь как будто в правду нет меня, Я где-то в стороне, За бортом, Топорщица, И лезет вверх стерня, Как волосы на теле мертвом, И над гнездом в траве простертом, Вскипает муравьев возня. Природа расправляется с былым, Как водится, Но и к ее при этом, Пусть за это закатным светом, Невольно делается злым, И всей потерней чувств питью Отталкиваюсь я от леса, Нет, Господи, В глазах завеса, И я не превращусь в судью, Но если набегу свою, Если набегу свою, Я с прихотью своей не слажу, Ты, Боже, Отруби вам ладонь мою, Как финн за кражу. Друг Полидевка, Тут все свелось в пятно, Из уст моих не вырвется стена, Где вот я стою в распахнутом пальто, И мир течет в глаза Сквозь решето, Сквозь решето непонимание, Я глуховат, Я, Боже, слеповат, Не слышу слова ровно, В двадцать ват горит луна, Пусть так, По небесам я курсы не проложу, Лишь звезды, капель, Пусть эхо тут разносит по лесам И плесня каши. Сентябрь, ночь, Все общество свеча, Мною тень еще придет за плеча В мои листы, Героицы в конях оборвенных, И близок в осень, в стенях, Стучит, шуршит и булькает водой, И улыбается звездой В распахнутых рывком двиях, Темнеет надо мной свет, Вода затягивает свет. Да, сердце взлется все сильней к тебе, И от того она все дальше, И в голосе моем все больше и больше, Но ты ее сочти за долг судьбе, За долг судьбе, Не требующей крови, И жалющей горькой тупой. А если ты улыбку, что ж, постой, Я улыбнусь, улыбка над собой, Могильная долговечной крови, И легче дыма над печной тупой. Эфтер-то ты, куда зашел я ад, И что здесь подо мной вода, трава, А просто перила бересковый, Изобно ты такой подковой, Что счастье чудится, Такое, что может быть, Как перейти на инхуцгалопа, Так быстро и дыхание не спить, Не ведаешь ни ты, ни калиопа. Удивительное тупое. Смотрите, оно написано классическим ямбом. Это ямб, преимущественно, Пятистопный. Да, причем, Это разностопный ямб. Здесь встречаются и строки Двухстопного ямба, И трехстопного ямба, И четырехстопного ямба. Но, большая часть этого творения, Это пятистопный ямб. Да? Интересная организация этого текста. Начинается преимущественно четырехстопным ямпом, а заканчивается преимущественно пятистопным. Можно пояснить, что такое ямп? Ямп — это когда мой дядя самых честных правил. То есть та-та-та-та-та-та-та или та-та-та-та-та-та — это четырехстопный ямп. В отече от хорей. Хорей — это когда можно подсчитаться. Ты не скажешь комару, скоро я, как ты, умру. С точки зрения комара человек не умирал. Это тоже Бродский. Смотрите, он пишет четырехстопному хорей, очень серьезное стихотворение. Здесь ямп — сочетание четырехстопного с пятистопным, с отдельными вкраплениями трехстопного. О чем это стихотворение? Итак, называется оно «Новая станция Кавгусте». Раз «Новая станция Кавгусте», первый вопрос, который у нас возникает, значит, есть старый. Да, конечно. «Станция Кавгусте» — это два стихотворения Байрена, которые так называют. То есть, называя свое стихотворение, длинное стихотворение «Станция Кавгусте», Бродский ориентируется на традицию всемирной литературы вообще и, если угодно, на Байрена в частности. Что такое станция? Станция, вообще-то историческая станция, это жанра провансальской поэзии. Это когда стихотворение написано строфами, каждый из которых, в общем-то, могло бы быть отдельным стихотворением. Эти строфы связаны друг с другом как части целого, но, вместе с тем, каждая из них обладает очень сильной автономией. Бродский выдерживает это жанровое требование. Где написано? И что значит «МБ»? «МБ» значит «МБ». Мы можем, опять-таки, это зависит от нас как от читателей, пытаться рассказать, что стоит за этой аппаратурой или оставить все как есть. И если мы заглянем в комментариях, в уже упоминавшиеся комментарии Лосева, конечно же, там будет говориться о том, что «МБ» — это Марина или Марианна Басманова. Это возлюбленная Бродского с начала 60-х годов. Его, если угодно, главная любовь, его жизнь. Они познакомились в 62-м году. И их отношения окончательно закончились в 68-м, уже когда Бродский вернулся из ссылки. То сходились, то расходились. И для Бродского «МБ» — не само возлюбленное, а представление о возлюбленном. Стало главным адресатом его любовной эрики. То есть стихотворение о любви. О любви и одновременно о нелюбви. О любви кому-то, МБ, и о нелюбви, а вот кому же. Тема нелюбви, точнее, одиночества человека в очень жестоком и неуютном мире проходит через это стихотворение насквозь. Смотрите, во вторник начался с сентября. Это очень смелое начало для стихотворения, написанное в середине 60-х годов. Смотрите, информация на самом деле банальна. Во вторник начался с сентября. Лосев, комментирую, подчеркивает, что действительно в 64-м году первое сентября приходилось на вторник. Итак, стихотворение как бы обо мне здесь и сейчас. Ну, дальше. Дождь лью всю ночь. Все птицы улетели прочь. Пустынный небосвод разрушен. Перед нами рисуется картина катастрофы. Не страшный катастроф, а сильный, но тем не менее такой, который оставляет тебя наедине с самим собой. И дальше встает вопрос. Что же мне с самим собой теперь делать? По мере разрушения текста стихотворение вполне сюжетное. Происходит следующее. Говорящий, не будем называть его Иосифом Бродским, потому что человек в стихах это не человек за письменным столом. Это в лучшем случае образ того человека, который пишет. Итак, говорящий вот под этим самым дождем идет ему неуютно, ему холодно. Он смотрит на свое отражение, да, видит себя и дальше отмечает, что и образ мой второй, как человек, бежит от красноватых век, подскакивает на волне под соснами, потом подовниками, мешается с другими двойниками, как никогда не затеряться мне. И он представляет, как его отражение в поверхности воды запечатлевается и куда-то отливает, да. Человек оказывается в пейзаже, с которым ему не слиться и не затеряться. Хотя и пусть впиталась в сырость мне в бороду, и кепка на ветре, венчая этот сумрак, отразилась, как та черта, которую душе не перейти я не стремлюсь уже. И дальше идет очень важный мотив. За козырек, за пуговку, за ворот, за свой сапог, за свой рукав, лишь сердце вдруг забьется, отрыскав, что где-то я про пород, колд, трясет его в него, вроде попав. Уже даже в первом чтении текста мы понимаем, что здесь говорится о чем-то невеселом. Но вот этот вот за козырек, за пуговку, за ворот, отсылает, да, возникает, возникает, навевает, навевает ассоциации с самоубийством. И действительно, это, да, последовательность мысли, мысли о том, что хорошо бы вообще уйти из этой жизни, да, это референция, отсылка к реальному географическому факту, да. Да, действительно, в начале 64-го года, в январе, Бронский пытался покончить с собой. Уже, да, фон этого поступка был разрыв с его возниками. Уже началась кампания, которая увенчается его арестом в феврале 64-го года, судом над ним, да, и вот ссылкой на север деревни Ормска, да. Итак, жизнь, да, она, с одной стороны, интересна, а с другой стороны, в ней очень неуютна. И неуютна настолько, что даже возникают мысли о неутиле из нее вообще. И дальше стихотворение вдруг в какой-то момент развертывает сюжет, если угодно, по принципу отталкивания от этой мысли. Мир оказывается, мир оказывается очень интересным. То есть, интересно, да, он такой же серый, но в нем хочется остаться. Да, здесь как будто вправду нет меня, я где-то в стороне за бортом, топорщица и лезет вверх стерня, как волосы на теле мертвом, и над гнездом в траве простертым вскипает муравьев возня. Природа расправляется с былым, как волица, но лик ее при этом, пусть за этой закатным светом, невольно делается злым. Это нехороший мир, правда, да? Это какая-то очень страшная природа. И дальше. И все эпидемные чувства, питью, отталкиваюсь я от леса. Нет, Господи, в глазах завеса, и я не превращусь в судью над самим собой. А если я люблю свою, я с прибыти моей не сложу. Ты, Боже, отруби ладонь мою, как всегда так. Здесь, вот в этих строках, это девятая. Это восьмая, восьмая страфа, до девяносто девятых статей. Здесь, ну, во-первых, здесь фиксируется довольно распространенный в России миф, в России времен Горгского, да, что в Финляндии нет воровства, потому что в Финляндии ворам отрубают правую руку, да? Это не так. Так никогда нет, да? Но вот это вот, ты, Боже, отруби ладонь мою, как всегда так, да, это обещание, данное самому себе, этот мир, вот каким бы страшным он был бы, да, все-таки принимать его, остаться. Бродский поэт очень начитный. Собственно, мы ведь знаем, что Бродский никогда не закончил среднюю школу. Он просто ушел, недоучившись, пятнадцати лет, да? Формально, формальное его образование, это не образование человека, который может похвастать диплом об окончании чего-либо, да? Но начитал он блистательно. И здесь, в этом стихотворении шестьдесят четвертого года, ему двадцать четыре года, мы видим, в частности, референцию к, в общем-то, нелюбимому им Тютчеву. Вот в этой восьмой страфе, где природа расправляется с былым, как водится, но ли к ее при этом, пусть залитый закатным светом, невольно делается зло, мы, конечно же, можем это различить, отсылку к стихотворению Тютчева, стихотворению 1771 года, от жизни той, что бушевало здесь. У Тютчева, напомню, есть такой тезис. «Природа знать не знает оглом, ей чужды наши призрачные путь, и перед ней тогда-то мы создаем себя самих лишь грезу от природы». Да? И вот этот вот мотив, что перед лицом природы человек призрачен, человек как бы и не человек, да? Когда природа к нам равнодушна, он варьируется и стихотворением Бродского. Чем заканчивается стихотворение? Стихотворение заканчивается гимном, если угодно, не жизни как таковой, а жизни частности. Сентябрь, ночь, все общество свеча, да? Из открытого пространства, да, из пространства, где есть лес, где есть болото, где идет дождь, да? Вот такой пронизывающий дождь, что ему говоришь, стучи и хлюпай, пузырись, шурши, я шаг свой не убыструю, да? Это же дождей обращено. Из внешнего пространства, неуютно, говорящего, перемещается в пространство забытое, в пространство домашнее, где, впрочем, нет людей, да? Нет людей, но есть и совместительные воображения, да? Итак, сентябрь, ночь, все общество свеча, но тень еще глядит из-за плеча в мои листы и роется в корнях оборванных. И призрак твой в синях стучит и булькает водой, и улыбается звездой в распахнутых рывком дверях. Темнеет надо мной свет, вода затягивает свет. Это ты в этой стафе. Может быть, из толков на по-разному. Но, скорее всего, это то самое ты, которое обращено в Господь Богу, да? То есть, здесь ситуация одиночества, это ситуация одиночества в физическом пространстве. Но не в мире как таковой. Этот мир оказывается не пустым. В нем есть что-то большее, чем просто равнодушная и, в общем-то, агрессивная природа. Агрессивная и по отношению к самому себе, и по отношению к тому, кто существует в этой природе. И дальше, последняя страфа, это своеобразный гимн. Ну, не гимн, конечно, нет, но на фоне всего того, всей этой серости, сырости, которая разворачивалась на протяжении предшествующих одиннадцати срок, это звучит очень оптимистично. Эфтерпа, да и куда зашел? А, эфтерпа, обращение к музе лирической поэзии. Итак, страфа начинается, обращение к музе, и заканчивается обращением к музе, правда, другой, к ее сестре. Не ведаешь ни ты, ни Калиопа. Калиопа – муза эпической поэзии. Итак, отвечу я на вопрос. А почему мы понимаем, что это стихотворение Бракского? Ну, хорошо. Ну, сильно. Ну, природа. Я только что процитировал кусочек стихотворения Тютчева, там тоже природа есть. В этом тексте Бродского, и пытаюсь ответить на этот вопрос очень просто. В этом тексте Бродского есть то, что есть во многих других стихотворениях Бродского. Бродскому недостаточно описать какую-то деталь. Описывая деталь, он непременно описывает окружение этой детали. И наоборот. Когда он говорит об общем, он непременно фокусирует зрение на частности. Это, казалось бы, что-то совсем простое. Ну, назовите поэта или назовите художника, который делал поиначе. Но зачастую, когда мы читаем Бродского, мы читаем одно стихотворение за другим, где это, правда, не соблюдается. Стихотворение может быть или какой-то зарисовкой, где речь идет только о частности. Или же это может быть какое-то, может быть, гениальное обобщение. Без частности Бродский комбинирует это то и другое. У Бродского, у животных стихотворений прослеживается очень свойственная ему тенденция. Когда он выстраивает свой мир, этот мир огромен. Что нам дает основание говорить, что этот мир огромен? Смотрите. Дождь лил всю ночь. Это звучит обычно. Всю ночь шел дождь. Но то, чтобы все птицы улетели прочь, это уже некоторое преувеличение. Для того, чтобы подчеркнуть свое одиночество, теми средствами, которыми Бродский владеет в 24 года, он подчеркивает, что вообще не осталось никаких птиц. И для того, чтобы убедить нас в том, что в этом мире действительно нет ни единой живой души, появляется гнездо жулана, пустое гнездо жулана. Это птица, которая иногда поет, вообще это такой очень дальний родственник воробья. Маленькая птичка. Итак, тема одиночества, когда ты одинок в этом мире. И все, кто мог бы быть твоим собеседником, это только те, кто не тут, подчеркивается ближе к концу стихотворения. Обращаясь к дождю, в обращении к дождю в нем говорится, «И там в земле, как здесь в моей груди, всех призраков и мертвецов в буди, и пусть они бегут, срезая пугов по жнивам, капустевшим деревням, и машут налетевшим дням, как шляпы пугов». То есть мир, для того, чтобы этот мир показался бы нам пустым, чтобы одиночество было острым. В этом мире Бродский очень умел выстраивать контраст. То есть, кого здесь может быть? Здесь нет ни единой души, ни единой живой души. Для того, чтобы живые души появились, должен произойти, ну, очевидно, страшный суд – воскрешение мертвецов. Вот они должны восстать, и тогда вот эта местность, там, где как будто правды нет меня, я где-то в стороне заботы, оказалась понаселенной. Подобного рода приемы, то есть выстраивание мира, который не вмещается, попробую визуальную метафору, не вмещается в то, что можно откинуть единым взглядом, не поворачивая голову, не смотря ни вниз, ни вверх, Бродский будет развивать в себе, будет неоднократно применять в осеннем крике Ястреба та вертикаль, по которой поднимается птица, выстраивается так, что фактически пространство осеннего крика Ястреба приобретает почти космический масштаб. То есть с чего начинается осенний крики Ястреба? Птица поднимается потоками ветра на такую высоту, в том, что не видят лакомый променад курицы по двору от ветшалой фермы, то есть курицы, которые можно было бы поймать и съесть Ястреба, дальше суслика на меже, то есть даже зрения Ястреба недостаточно для того, чтобы разглядеть детали. Итак, Ястреб поднимается все выше, все выше, все выше, все выше. В какой-то момент понимает, что выше уже нельзя. Помните это стихотворение, да? И в конце концов разбивается хрустальную сферу, и хрустальная сфера выпадает на землю, как снег. То есть птица фактически, естественно, это поэт. Птица оборачивается снегом, который летит вниз, и поэт возвращается в мир уже в совершенно ином качестве. Мне бы хотелось, чтобы это стихотворение вы прочитали. Но, конечно же, не сейчас, а дома, когда вы вернётесь. И перечитывая это стихотворение, обратите внимание, действительно, просто на такой параметр, о котором мы редко задумываемся, когда мы читаем стихи. Не думайте не о рифах, да? Не думайте не о консонансах и ансонансах, хорошо это звучит или плохо, да? Постарайтесь представить себя масштабом. Бродскому в этом стихотворении, можно очень много других его стихотворений назвать, но Бродскому в этом стихотворении удаётся сделать то, что не удаётся каждому поэту, а именно выстроить гигантскую перспективу, выстроить такой масштаб, который до него пытался и успешно выстраивать, наверное, не единственный русский поэт, это Владимир Маяковский. Может быть, именно поэт, ну, за счёт сходства гигантомании к очень крупным объектам Бродский, Маяковского, не то что ненавидел, да? Но как и тютчево стараться как можно реже. Так, есть у нас возможность обратиться с вопросами к лектору? Давайте воспользуемся. Какую лекцию тяжело слушать? Просто так её нужно слушать внимательно. А слушать внимательно мы, как можно видеть, прикидываем, что бы такого можно было спросить. – Такой интересный момент. Это часто, когда нужно отметить «да», сначала, оно очень было свойственно к Бродскому тону. Как-то связан этот элемент сенсии, или это неважно? – Если я чуть-чуть похож на Бродского, хотя бы этим. Меня тоже радует. – Действительно, у меня есть такое слово «паразит», дело в том, что у людей, занимающихся разного рода занятий, есть свои слова «паразиты». Вот сегодня утром на уроках русского… – Я слышал? – Паразит, на самом деле. – Да. Сегодня утром, когда я был русский как иностранный, мы говорили о еде, мы выучили слово «икра», мы говорили о том, что такое… вот как образуется винительный падеж, это икра, я люблю икру, а рядом на картинке были нарисованы блины. И я сказал, что будете ходить по амулицентальному, да? Вы довольно часто услышите это слово. Ну вот, у кого-то блины, а у меня вот это. – Пожалуйста. – Пожалуйста. – Если компьютер не писать, не сказать, два мая, соответственно, подросткового, как Вы считаете, относится к компьютеру? – Что, к компьютеру? Вы знаете, мне вспоминается отчет о том, как в электронную вычислительную машину, еще не в персональный компьютер, а вот именно что в электронную вычислительную машину, которая занимала целый зал, загнали слова в первой книге стихов Мадрештама «Камень». И научили машину писать стихи. И получился блок, «Умирающий в смятении, целый день огни дрожат». Да, то есть, получился вот слова те же самые, а правила их сочетания, да, машине не объяснили. То есть, грамматически все получалось верно. Но читатели, филологи, когда читали эти тексты, они очень радовались, да, что создан такой алгоритм, который научил машину писать стихи, да, но ощущение, что это Мадрештам не появлялось. То есть, отвечая на ваш вопрос, думается так. Для того, чтобы писать как Бродский, или для того, чтобы машина писала как Бродский, должны быть заданы такие параметры, которые, как правило, программисты задать не могут. Какие это параметры? Ответить трудно. Что делает поэт и поэт? Повседневный опыт, накопленный опыт, что-то, что выводит тебя из состояния равновесия, какая-то царапина или душевная травма, которая другим и незаметна, а для тебя что-то меняет. Это определяет и выбор темы, и то, как ты говоришь. Но, конечно же, поэт делает индивидуальностью не только то, что он написал, но и то, чего он не пишет, чего он себе не позволяет. То есть, фактически, поэзия — это соблюдение очень строгой системы запретов. И для каждого поэта, и для каждой эпохи эта система запретов варьируется. То, что можно было в XIX веке, в XX веке уже кажется чем-то несерьезным. Настоящие поэты так не пишут. То, что можно было Бродскому, совершенно нельзя поэтам, которые пишут в 2018 году. То есть, Дольник настолько прочно ассоциируется с именем Бродского, что, не исключая в долгосрочной перспективе, стихотворения, написанные Дольником, то есть, как «Ниоткуда с любовью» на 10 декабря, они будут постепенно уходить из репертуара. Сейчас очень многие поэты, и сорокалетние, и старшие, возвращаются к тому, от чего, казалось бы, русский стих в 70-е годы уже ушел, а именно от экспериментов с тоническим стихосложением к чистой силобатурнике, то есть, как в XIX веке. И здесь, конечно же, присутствует момент отталкивания от Бродского. Очень трудно сказать после Бродского что-то, чтобы не было похоже на то, как это было сказано у Бродского. У меня все же вопрос к этому, к моему станции. Такое впечатление, что у меня «Большой Элеги» Джона Дона, когда он написал «Что-то умерло», да? Да, да, да. Тут тоже одиночество проскальзывает, да, вот такая связь чувствуется, да? И большой текст. Вы знаете, это тоже интересно. Уже в 60-е годы наметилась тенденция, которая и в 70-е, и в 80-е стало все больше и больше выходить на первый план. Стихотворение для того, чтобы быть стихотворением, не должно быть большим. Смотрите. 138 строк. Так в 64-м году вообще-то уже не пишут. Бродский позволял себе писать не поэмы и не стихотворения. То есть вместо того, чтобы плыть по течению и создавать тексты, которые запоминаются после первого прочтения, 12 строк, 16 строк, да, меньше 20-ти, он выстраивает тексты, которые как будто бы должны производить впечатление некоторой избыточности. Не надо так много. О том же самом можно сказать гораздо проще. Но Бродский выбирает именно этот путь. Он, не повторяя одно и то же на разной воды, выстраивает текст так, что этот текст просто не может поместиться во что-то миниатюрное. Ему нужно пространство. И в этом смысле, конечно, большая религия Джорджа Донба была одним из первых экспериментов построения длинного-длинного-длинного-длинного-длинного текста. Это нечего. И при этом это не Когунов и Корчаков. Это не Паймал. Это просто длинное стихотворение. Интересно. Готовится эта лекция. Я посмотрел издание, с которым я раньше не работал. Обычно, когда мне нужно прочитать Бродского, я беру 4-томник издания Пушкинского фонда и 7-томник. Там и проза, и его переводы, и автопереводы на английский язык. А вот Паймал. И что интересно, да? Вот здесь, в этом 2-томнике, понятно, что здесь длинная вступительная статья. Это 100 страниц. Здесь очень подробные комментарии. Но, смотрите, похоже ли это на издание, библиотек поэтов, ну, например, той же Ахватово или Пастернака. Здесь всего 500, без малого 500 текстов. 500 с небольшим, 560. Смотрите, 560 текстов, они настолько длинные, что им требуется 2 тома. Здесь не тысяча. Здесь, действительно, Бродский – это поэт, который пишет преимущественно длинное стихотворение. И новый Станцик Августик, с которых он начинается как поэт, не начинающий, а уже поэт с собственным голосом, формирующий собственную поэтику. В этом смысле не исключение, а скорее правило. Идеально. Спасибо. Давайте ещё один вопрос. Вы говорили о том, что поэзия Бродского – свойственные конкретные особенности, которые нам позволяют сказать, что, да, это действительно поэзия Бродского. Вы упоминали перенос стаки в необычных местах. И что такое? И мы видим, что, как и вы упоминали, перенос стаки в ранних стихотворениях всего меньше, в поэтах всего больше. Есть ли ещё какие-нибудь отличительные черты, которые позволяют между собой разъединить, разнести разные периоды бродского? Если что-то ещё, что можно сказать, что более свойственно именно в позднем стихотворении периода 80-90-х годов, допустим, или в другим мире. Спасибо за ваш вопрос. Это то, о чём я думаю, на самом деле. И на что я не готов дать окончательный ответ. Могу только промежуточный, начерный. Если начерный, то получается так. Есть Бродский, его первая книга, которую он собрал самостоятельно. Мы знаем, что первая книга, которая вышла у Бродского, была не им составлена. Он находился в заключении. А вот первая книга, которая читала самостоятельно, «Остановка в пустыне», это вот она обобщает опыт его поэзии 60-х годов. Есть Бродский урань. Есть Бродский конца прекрасной эпохи. И это очень разные поэты. У Бродского есть некоторые константы. Что-то, что не меняется. Не меняется, опять-таки, желание дать мир во всём его многообразии. Первое стихотворение, которое я цитировал, «Восходящее солнце следует косыми», это стихотворение, которое маленькое, но в котором мир выстраивается контрастно. Там есть и огонь, и зима, и горячее, и холодное. Там есть желание утешения, кругосветное плавание дорогая, хочется вместе побыть. И ощущение бесприютности ноготы. Вот эта вот бесприютность, отчужденность, неумение слиться с тем, что вокруг Бродскому очень свойственно. Не менее свойственно, чем, например, употребление чисто петербурское. Употребление слов «потому что» и «что». Сохранились довольно много видеозаписей Бродского, в том числе, как он читает стихи. Но даже если бы они не сохранились, мы, читая его тексты, всегда бы могли понять, что он петербуржец. Не просто потому, что в его текстах Петербург фигурирует, гораздо чаще, чем, например, Таллин, а хотя бы потому, что, например, в «Тамзе» он рифмует слово «что», он рифмует слово «того что» и «почта». Брежет рассвет, приезжает почта, больше невочта верить, а притч того что. Мы не можем это иначе прочитать. Вот здесь проскальзывает чисто петербурское. Умение прочитать слово «что» так, как оно пишется. Но, опять-таки, эта константа уже относящаяся не к поэтике, а чисто к фонетике. Но Бродский, как поэт, конечно же, претерпевает очень интересную эволюцию. Если пытаться выразить эту мысль империально-инпрессионистически, не научно, не следствами литературы и видения, а, скорее, следствами литературной критики, то, наверное, у меня получится ее на результате. В 70-е и 80-е годы это поэт, которого невозможно читать тихим голосом. Его читаешь громко, он сам тебя настраивает на то, чтобы ты его декламировал очень громко. В нем есть вот какое-то такое ощущение сжатой пружины. И, читая эти тексты, ты вот по неволе, как я говорил, Василий Крифтьястову, мы должны переходить на крик. А дальше, в его последней книге стихов «Телезарство одними» что-то случается. Это очень интересное стихотворение. Как правило, когда мы читаем Бродского, мы вот на позднего Бродского, может быть, за исключением стихотворения «Август», вообще не смотрим. У нас есть ощущение, что да, вот был подъем, была «Ровневская премия», 89-й год, безусловный шедевр на столетие Анны Ахматовой, а дальше начались какие-то тихие стихотворения, которые, да, это Бродский, да, все действительно как у него. Вечер как будто отлить в форме вокзальной площади со статуей Т.П. И взгляд, в котором читается, будто проклят, прямо пропорционально отсутствующей толпе. Чисто Бродский. Но в пейзажном одни нем интересен тем, что это Бродский, который переходит на следующий уровень. От уровня разговора не просто во весь голос, да, а вот чуть ли уже не фальцетом, на уровень разговора спокойным, тихим голосом об очень страшных вещах. То есть, как всегда, о смерти, ну и о жизни, которая смертью заканчивается. И, конечно же, в юности этого не было. В юности были поиски своего голоса, поиски собственной поэтики. То есть, Бродский как поэт начинается, в общем-то, в Норинске. 64-65 год. Вот так. Спасибо. Григорий Иванович. Григорий Иванович. Чисто Бродский. Бродский как поэт продолжается, сейчас у нас будет великолепный десерт. Дело в том, что, как я обидел его выше, в зале присутствует Мелиновна Мельц, человек легендра, человек, сделавший очень многое для русской литературы, в общем, ну и разумеется, в нашей стране, в истории. В числе прочего, Мили Мельц была издателем вот этого сборника Иосифа Бродского. Как же эта легендарная фотография попала на обложку, как компоновался этот сборник, Мили Мельц готова по всем рассказать. Пожалуйста, на этот раз. Спасибо. Хочу поблагодарить, во-первых, его первым, что было милым мальчиком, спасибо. Спасибо. Я могу его так назвать, потому что он для меня мальчик. Он родился уже после того, как я однажды слышу Мельцовского. Я не такой, не вектор, я не литература ветки, я простой сначала советский, а теперь просто издатель. И хочу рассказать об этой книге. Все, о чем мы сегодня здесь слышали и о чем говорили, но прежде всего надо знать стихи Бродского, чтобы понимать, о чем говорил у нас уважаемый лектор. И со стихами Бродского мы познакомились еще в Тарту. В Тарту даже не знаю, что это Бродский. Наша песня любимая была или грима. Наверное, все знают. Мимо листовичка, опищем, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров. Так, горе и мира, мимо мимо мекки и рима, синим солнцем помимо идут по земле и регремляют. Вот эту песню мы пели, мы даже не знали, что это Бродский. Мы просто пели под гитару, собирались и пели. Не только эту песню, другие. Но именно с того времени ощущение в печатности большой такой поэзии. Вообще такого политического братства, родства студенческого родилось именно в Тарту. И Бродский в Тарту приезжал. Он приезжал в 68-м году, в марте, и читал стихи. И мы были на этой лекции, на этой встрече. И очень многие даже как-то пропустили это мимо. Потому что, ну, Бродский, ну, приехали ленинградские поэты, ну, читают стихи. Он читал, как мало нынче греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь. И читал именно так. Вот этот размеренный, намеренный, тягучий голос, немножко гнусавый, картавый, такой как бы невзрачный молодой человек. Он приезжал с другими, с друзьями. Ну вот, но именно тогда осталось вот это ощущение большого, интересного поэта. А потом перестали его стихи появляться. Они никак до нас были, не были для нас доступны. Но у меня вот, я говорю, что случилось в жизни, ну, два-три счастья. Одно счастье, что я училась в Тартуском университете в благословенное время, когда там учились замечательные. И люди учились, и преподаватели были замечательные. Илья Михайлович Шлотман, Заргий Война Минц. Самойлов, Давид Самойлов просто уже потом в Таре не появился. И потом я работала в издательстве «Эстерамот». После окончания университета я попала в издательстве «Эстерамот» в русскую редакцию. И я возвращаюсь к тому времени, чтобы рассказать об этой книге, только потому, что в то время, в советское время, тут есть молодые люди, для которых, может быть, это интересно, люди моего возраста и чуть постарше знают, что в то время существовала практика. Каждая республика издавала одну какую-нибудь книгу очень большим тиражом, ну, например, 100 тысяч. И этот тираж потом распределялся по другим республикам. Конечно, каждая республика хотела своего автора. И мы издавали пяти изданиями, пяти изданиями издавали книгу Рудольфа Сергия «Земля и народ». И распространяли ее по всем республикам. Естественно, из других республик мы получали точно такое же. Но как-то к концу 80-х годов, уже в середине 80-х годов, обстановка изменилась, и стало возможным издавать какую-то другую литературу. В издательстве «Стирамент» образовалась русская редакция, и мы уже тогда смогли предложить нашему руководству, что мы можем издать, например, книгу Шукшина, или книгу Распутина, или мы издали «Дети Арбата». Вот в этой самой серии большие тиражи, сто тысячные. И когда мы узнали, что в Москве на книжной выставке будет Элендея Пропер, и мы уже знали, что за рубежом издаются стихи Бродского, и что он уже получил Нобелевскую премию. И, конечно, на выставке в Москве я подошла к Элендее Пропер и попросила телефон Бродского. Там было столько народу, столько было желающих пообщаться и посмотреть. Они привезли издательство «Авдис», привезли все свои издания. Мы там все просто ломились все к этому стенду. В общем, телефон мы заполучили. Конечно, в издательстве нужно обязательно было обосновать, почему мы хотим издать Бродского, почему это нужно и кому это нужно. Но в Эстонии всегда к издательским таким новшествам относились свободнее, чем в Москве. И да, я получила согласие главной редакции, что можно заключать договор с Бродским. Договор мы с Бродским по телефону договорились, что эту книгу можно будет издать. Бродский сказал, что сам составлять у него этот сборник не будет. По его поручению это может сделать Яков Аркадьевич Горгий, петербургский литературовед. Хорошо. Мы заключили договор на издание сборника стихов Бродского. Мы подготовили эту книгу к печати. Яков Гордец составляла эту книгу. Он составил книгу из 7 тысяч строк. И еще, когда мы разговаривали с Бродским, я спросила, я хотела непременно, чтобы туда вошли его ранние стихи, которые мы слышали, читали, и мне хотелось, чтобы они обязательно были в этом сборнике. Бродский на это ответил. Кому нужны мои ранние стихи? Нет, наверное, не надо. Но потом все-таки согласился, пусть будет. Потом мы говорили о том, как бы назвать этот сборник. Может быть, назидание? Нет, сказал он. Назидание это нет, не надо. Может быть, назвать избранное? Нет, не надо. У нас согласились просто на простом названии Бродский. Я хочу вам показать, я хочу вам показать у меня тут. Это его, это портрет сделан на его отцу. И этот портрет приколагался на обложку этой книги. Отец у Иосифа Бродского был фотографом профессиональным. Вот я могу, кто-то хочет, может, подойдет или пустит передам, если хотите поближе посмотреть. Красавица. Остановились на названии Бродский. Сейчас, визуточку. Я сохранила все документы, которые касались этой книги и прохождения этой книги. В издательстве «Истерамок» была подготовлена вот такая вот обложка. Тут уже вот отсыпалась со спинки Иосиф. Такая обложка. Но фотографию решили поменять. И прислали другую фотографию. Вот с этой, которая оказалась вот здесь вот на обложке. И решили, что потом перенесем эту фотографию, перенесем на переднюю обложку. Эта книга была подготовлена. У меня сохранилась корректура этой книги. Вся работа Ильякова Гордина вот здесь есть с его пометками, с его исправлениями, со всей корректурной работой. Это все у меня здесь сохранилось. Это тоже нужно посмотреть. Это такие документы. Я вчера перебирала все и опять снова окунулась в поэзию Бродского. Теперь уже, конечно, много Бродского издано. Здесь 7-томник, и 4-томник, и много. Но вот эта книга, которая была подготовлена, когда у нас, она оказалась первой и единственной в Советском Союзе. Первая книга. Ну вот что с ней случилось, с этой книжей. Да, и еще мы обязательно хотели, чтобы сюда вошла Нобелевская лекция. Нобелевскую лекцию в Советском Союзе пока ее на русском языке не было. И нам эту Нобелевскую лекцию достал, прислал, добыл, добыл. Рейн Круз был такой литературовед, но, к сожалению, скончался. Замечательный литературовед, который занимался русской литературой в Эстонии очень тщательно. Вот он достал эту Нобелевскую лекцию, которая тоже вошла в эту книгу. Так что в этой книге вот собрались стихи, его ранние стихи. И особенно ранние стихи, потому что, если мы говорим о том, что как можно всю поэзию Бродского разложить, можно даже машине задать какие-то параметры, что она напишет, то вот самые первые его стихи, они как раз говорят о том, что он еще только начинал. Это просто небесная речь, которая шла. Я не думаю, что он сочинял, это просто через него шло, и он ее записывал. Она такая ритничная, с повторами. Это надо читать, она, ну, завораживает эту речь, потому что она так и притягивает к себе. Многие сейчас говорят, что не понимают, не понимают поэзию Бродского, она стала сложной. Но если читать ее от начала и смотреть, как развивался поэт, то поначалу, может, он даже сам не осознавал, что он будет большим поэтом, просто у него эта речь небесная сходилась с небеса, проходила через него, ложилась на странице. Ну вот эту книгу мы подготовили печать из издательства «Естираны». И она должна была выйти с разом в 12 тысяч. Распался Советский Союз. И распалась и наша редакция из издательства «Естираны». Ну, просто уволили, все распалось, и нас не стало. Все подготовлены на наши рукописи, сказали, мы на русском языке будешь издавать, и чьи-то люди. Ну, как же не издавать, если мы заключили договоры, если мы договорились с Иосифом Бродсом, как можно сказать, что мы не будем издавать? Такое же было и с «Твертомником» Юрием Михайловичем Лотмана, который принес в издательство «Твертомник». «Твертомник» мы подготовили в печати избранные статьи Юрия Михайловича Лотмана, и нам сказали, что тоже не будут издавать. Ну, что же нам оставалось сделать? Мы остались на улице, без работы, без денег, но тем не менее мы опять собрались своей редакцией и решили добывать и деньги, и бумагу, и вообще выпустить эти издания. И мы, конечно, это сделали, и «Твертомник» вышел. И мы решили, что мы выпустим и этот сборник. Снова пришлось писать Бродскому. Снова объяснять ему, что издательство отказалось, а вот мы теперь будем сами, мы теперь вот те самые. Иосиф Бродский снова подписал договор, снова был согласен, и мы продолжили эту работу. Но тут издательство «Истерамок» опомнилось, потому что это Иосиф Бродский, это Вариат Нобелевский премии. Наверное, надо как-то поучаствовать. И решили, что мы сделаем эту книгу на двоих. Наше издательство «Александра», которое образовалось на глазе русской редакции, и из издательства «Истерамок» мы сделали последнее прощальное издание, и мы выпустили в горе Иосифа Бродского тиражом 120 тысяч экземпляров. 120 тысяч экземпляров. И эта книга разошлась по всему Советскому Союзу. Если вот в день, в год смерти Иосифа Бродского в 96-м году, он умер 28 января, мы через это пойдем. А нас, сразу после Нового года, издательство «Эхо Москвы» пригласило нас с нашими изданиями, с русскими книгами, к себе на передачу. И мы устраивали там викторину, задавали какие-то вопросы по тем книгам, которые уже вышли в нашем издательстве «Александра». И вот оказалось, что эту книгу Иосифа Бродского знают все. Она вообще есть в каждом доме московских интеллектуалов. Я думаю, что она здесь есть тоже у многих любителей поэзии. У тех, кто знает Бродского, читает Бродского, она есть. Это на простой бумаге, на желтой, на газетной. Но это самый любимый сборник, который есть. Это был первый тогда. Это был первый сборник. Еще я хочу сказать. Это был самый первый сборник. Но в то время уже издательство художественной литературы в Москве тоже задумало сборник. И они готовили сборник издать. Но и редактор этого сборника, зная, что здесь готовится книга, он обратился к нам. И мы с ним согласовывали содержание того и другого сборника, чтобы у нас они не совпали или не совпали на все 100%. У меня сохранились письма этого редактора Бессонова из издательства художественной литературы. Но мы оказались первыми. Это был первый сборник. Я не потому здесь говорю о том, чтобы забронировать за собой первенство. Просто это действительно был первый сборник на всем пространстве Советского Союза, когда стихи Бродского стали доступны для читателя на территории всего Советского Союза. За рубежом выходили книги. Они, конечно, каким-то образом поступали сюда, их привозили. Но для широкого читателя, для читателя они были, конечно, недоступны. Этот сборник был первым. Я еще хочу поблагодарить Гришу еще за одно дело Григория Михайловича. У нас был журналист Михаил Абрамович Карсунский. Он увлекался миниатюрной книгой. И в издательстве РАВА тоже любил миниатюрную книгу. Они выпускали какие-то совместные сборники переводов эстонских поэтов и русских поэтов. Но еще был один человек, человек Слепцов, Слепухин Востислав Николаевич. Он сделал такие рукописные сборнички. И Михаил Абрамович Карсунский обратился к ним, чтобы я составила вот этот маленький сборничек Бродского, стихов Бродского, год для этого сборника. И, конечно, Гришин мне помог тогда. Как мне помог? Не помнишь? Я совершенно не помню. Никак я не помог. Потому что песню, пилигримом мы пели, но мы пели ее не до конца. И я последние эстонии не знала. И я стала искать, где бы можно было найти. А я знаю, что Григорий Михайлович уже с 15 лет знал Бродского и читал, и увлекался. И вот для этой книжки Григорий Михайлович Гриша, мальчик, нашел мне последнюю страху пилигримов. С этих пилигримов начинается вот эта маленькая книжечка. В эту книжку вошли и еще самое стихотворение, которое было под таким как бы негласным запретом на смерть Джукова. Оно тоже в этом сборничке. Кто хочет потом, подойдите, посмотрите. Ну и еще я принесла, еще я принесла одну деталь, одну, одну такое, один предмет. Вот это вот деревянная, деревянная, деревянный брусочек. А тут пластина, с которой печаталась эта книга. Она вот сохранилась. Сейчас опять трудно представить, что печатали вот с таких пластин книги. Сейчас вся цифровая печать загружают все в печатную машину и все уходит оттуда. А раньше это делалось вот так. Вот эта фотография на вот этом бруске, печаталась вся эта книга в типографии, бывшая типография Хейдемана, напротив Тартусского университета. Вот там опять книга напечатана была. Ну, наверное, наверное, сонкурно. Но что-то еще. Я могу еще что-то сказать. Можно подойти, все посмотреть, полистать. Я знаю, что такое, что когда вышло, когда Иосиф Грунский умер, в России в Советской Эстонии была опубликована целая столетия. Я написала небольшими, небольшими странами. Аплодисменты, когда не стало очень просто. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы акцентированно мы проводили Мелемельц с этим замечательным рассказом. Спасибо большое. Мелеский поклон. Спасибо.